Добро пожаловать на YouTube, Лана Би. Обычно это видео выходит на первое число месяца, но в этот раз немного позже, потому что выборы США стоили ожидания. Так что же случилось? Биткоин закрыл октябрь на 70к, а сейчас, спустя пару дней после выборов, уже на 76к, новый исторический максимум, так что в конечном итоге мы вырвались из торгового диапазона длительностью в один месяц, где биткоин шел от 60 до 70, ждал, ждал и ждал, может быть, этих выборов. И теперь мы знаем, что эти выборы выиграл Трамп, на что биткоин отреагировал с 76к, и если история хоть что-то значит, и модель в Stock to Flow что-то значит, то мы с вами увидим резкое увеличение цены вот здесь. Красные точки продолжатся, и если вы посмотрите на графики, то они эти месяцы после каждого халвинга, так? После халвинга, где цена обычно стремится резко вырасти. Так что нас ждет очень интересный период времени. А также мы знаем из модели Stock to Flow, что, вероятно, средняя цена биткоина в этом цикле халвинга будет около 500 тысяч долларов. Да, вы все правильно слышали, это полмиллиона. Но, естественно, модель не такая уж и точная. Так что, к примеру, если мы посмотрим с вами на последний период, с 2020 по 2024, то увидим, что изначально модель Stock to Flow, сделанная в 2019 году, вот здесь, на этой зеленой точке, где биткоин был ниже 4 тысяч долларов, предсказала 55 тысяч для цикла халвинга 2020-2024. Конечно же, с диапазоном стандартного отклонения примерно с 25 тысяч до 100 тысяч долларов, то есть она не очень точная. Но, опять же, если мы исходим из 4 тысяч к 25 тысячам до 100 тысяч, это большой скачок. В итоге реальная средняя цена оказалась равной 34 тысячам долларов, что немного ниже 55к. При этом хорошо помещается в одно стандартное отклонение от 25 до 100к для цены биткоина. Так что, да, некоторые люди считают, что модель не работает, потому что цена не была точно равна 55к. Так что модель Stock to Flow облажалась, ничего она не предсказала. А я считаю, что предсказала отлично, абсолютно в соответствии диапазон одного стандартного отклонения с 25 до 100к. И, на мой взгляд, она это сделает снова. Так что на этот цикл халвинга цена в полмиллиона нас ожидает. С 24 до 28 с диапазоном одного стандартного отклонения от 250 тысяч до 1 миллиона. Поэтому, если кратко, и я, и модель Stock to Flow считаем, что средняя цена биткоина за эти будущие 4 года будет лежать от 250 до 1 миллиона. Так что увидим, что будет. Следующий график. Скользящие средние. Мы их используем для того, чтобы избавиться от шума. В итоге мы получаем сглаженную цену месячного движения, если ее усредняем за последние 4 года. Вот эта точка, которая сейчас составляет 42 тысячи, что является средним значением за последние 4 года. И эта средняя всегда движется вверх. И аналогично модели Stock to Flow, если история что-то значит, то мы с вами увидим резкий скачок цены вот здесь. значительно от скользящей средней, аналогично тому, как мы наблюдали за все эти периоды с красными точками после халвинга. Так что это очень интересная история того, почему цена очень резко поднимется от текущего уровня исторического максимума 76 тысяч. Что ж, для этого есть несколько вещей. Прежде всего, это победа Трампа, являющегося очень сильно поддерживающего крипто, в отличие от его предшественника, демократа Байдена. И уже Трамп заявил, что собирается сделать биткоин резервом, а точнее национальным резервом. Аналогично тому, как сейчас золото также находится в резерве. По сути, ставящий задачу за будущие 5 лет купить 1 миллион биткоинов. То есть ежегодно покупая 200 тысяч биткоинов. Только представьте себе давление покупателя от одной этой активности. Помимо того, у нас есть еще и Майкл Селлер со своей MicroStrategy, заявивший о том, что 42 миллиарда долларов в рамках программы закупки биткоина будет выделено за последующие 3 года, что также дает примерно 200 тысяч биткоинов ежегодно. Это в дополнение к национальным закупкам, озвученным Трампом. А еще, конечно же, ETF. Притоки просто невероятны с момента победы Трампа. И они продолжат расти. Так что огромное количество причин, почему цена биткоина может вырасти очень резко с того уровня, на котором он находится сейчас. Следующий график. Индекс относительной силы биткоина. Индекс RSI. RSI, для тех, кто не знает, что это, это индекс от 0 до 100. И все, что находится больше 50, означает восходящий тренд. А все, что ниже 50, означает нисходящий тренд. И сейчас первое, что вы видите, то, что биткоин никогда не опускался до 0. Или даже ниже 40. Потому что обычно он находится в исходящем тренде. Так что медвежьи рынки приводят индекс RSI биткоина до 45-40+. Обычай рынки на очень большие высоты этого индекса, достигая отметки в 100 или 90+. Так что прямо сейчас RSI находится близко к 70, 69 и продолжает расти. То есть это очень яркий аптренд, ведь это больше 50. И он усиливается. Так что, если мы также посмотрим на 12-месячное скользящее среднее, для того, чтобы отсеять весь шум месячных колебаний этого индекса, цифр в результате закрытия каждого месяца, оставив только лишь тренд, то если мы на него с вами посмотрим, то увидим и бычьи рынки, медвежьи рынки, которые отличаются друг от друга очень ярко, практически идеально, очень отчетливо. И ранее я предсказывал, что, вероятно, мы увидим эту скользящую среднюю, которая сейчас находится немного выше 65, что она уйдет к 75, 85 в этот диапазон, аналогично тому, как она была в предыдущем бычьем рынке. И представьте, что это станет очень резким восходящим трендом. Это означает, что если среднее значение будет на 75, то значения конкретного месяца будут значительно выше. А также для средних в 85. Реальные значения, вероятно, будут в 90+. И для этого цикла я это ожидаю. Для этого бычьего рынка следующего года, 2025, снова. Так что, да, те, кто не были в криптотеме в такие периоды, в 2021, и бычьего рынка 2017-го или даже 2013-го, сложно понять, как это ощущается, когда RSI находится на 75. 85. Это просто крышесносная фома. Это просто чистое безумие. Так что, да, будьте аккуратней. И наслаждайтесь поездкой. А мы переходим к реализованной цене биткоина. Это средняя себестоимость, которая использует только те транзакции, которые произошли на уровне цены, где сейчас находится биткоин. В сравнении той цены, где люди покупали биткоин. То есть, здесь у нас с вами все биткоины, почти 20 миллионов биткоинов. В итоге они усредняются по той цене, по которой они были приобретены. И текущая реализованная цена сейчас составляет 34 тысячи долларов. Черная линия. Двухлетняя реализованная цена, то есть, если мы возьмем только биткоины, которые были приобретены за последние два года, эта средняя цена составит 56 тысяч долларов. А пятимесячная реализованная цена, также известна как цена краткосрочных ходлеров, светло-голубая или желтая линия. В настоящий момент соответствует 69. А биткоин сейчас, конечно же, стоит 76, что выше всех этих реализованных цен. Вся эта себестоимость, и, конечно же, потому что он на историческом максимуме. И обратите внимание, что все реализованные цены сейчас растут. Это именно то, что мы с вами и хотим видеть. Мы хотим видеть резкий рост реализованных цен, потому что это является признаком того, что мы в бычьем рынке. Это происходит в каждом бычьем рынке. И теперь циклы. То, где мы с вами находимся. И, конечно же, мы с вами в бычьем рынке. Красная точка. Мы ворвались в середину бычьего рынка. И, конечно же, ранее в этом году у нас было ложное пробитие. Мы достигли исторического максимума перед халвингом, что произошло впервые в истории, когда АТАЖ образовался перед халвингом. Конечно, это вызвало небольшое фома, особенно еще и за счет запуска ETF. Так что... Да, я думаю, это было ложным. А настоящий бычий рынок начинается только сейчас. С гораздо большими ценами. И, опять же, я думаю, все дело в причинах и также экономической и рыночной ситуации, роста спроса и технические. Например, история Трампа и его идеи с резервом по биткоину, ежегодной закупки 200 тысяч биткоинов, которые он хочет использовать в федеральном резерве, а также с MicroStrategy, которая также хочет 200 тысяч биткоинов, начиная с текущего момента, закупать ежегодно. И, конечно же, в дополнение еще множество факторов, о некоторых из которых мы с вами уже знаем, например, этих ETF, а также других стран, которые также будут покупать, копируя MicroStrategy, но также еще и множество факторов, о которых мы с вами не знаем. Так что нас ждут интересные времена. Всем спасибо, и увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok